итак ребята всем привет с вами тед и сегодня мы смотрим корейский сервер корейский сервер мы смотрим так главу отличные игры гранд мастеров протас гемини мы его уже видели в этих сериях это американский протас американский протас но играет на корейском сервер на данный момент он сам находится в корее вот здесь юр дпг к юр вот и мы будем собственно наблюдать эту игру как раз таки со стороны тирана эти смотреть чем занимается тером как он играет против протаса поэтому все кто хотят писать твп отрицательно мы посмотрим то есть мы здесь в этой серии не просто смотрим матчи а пытаемся найти какие-то фишки понять как действует профессионала как действует лучшие игроки на ладере на то есть в обычных условиях когда не тренируются вот так вот он играет то есть это будет барагас посмотрим вообще во что он открывается также здесь все скучно и мы конечно же проматываем то есть пока строится к и церкви пока он развивается мы мотаем идет разведка в это разведка будет прогонять пробочку какое-то время и сразу же идти на дальше разведывать отличный тайминг чтобы в принципе и разведать и прогнать пробку а пробка идет погоня строится орбитальная станция и строится cc шичка сот рипер cc с лифовый стандартный обычный опенинг каждый ничего сверхъестественного кьюр не пытается сделать против протаса приходит разведывает из убегает смотрите он бегает домой или нет вот в чем вопрос то есть он может поставить в проксе какой-нибудь районе нет он убегает домой то есть ему достаточно этого скаут он ведь что есть нексус он видит сколько жизнью нексуса и от на основе этого понимает что это было кибернет коннекс либо наоборот и исходя из-за этого будет предпринимать действие рипера здесь у нас идет рипер марик реактор factory рипером пока что ничего не делает ждет ждет он ждет возможно будет выбегать адепты или еще что то вот он видит тень адепта у рипера обзор конечно же больше чем адепта он видит что тень пробежала и решает что вот самое время я могу подняться подымается получает плюшечку от адепта и понимает что ладно не могу я подняться я подожду я подожду дома тем временем второй газ бункер все безопасно сейфово все прям супер идет сразу же старпорт нужно сейчас начать строится моряки и идет минка вероятно все мы видим дроп мин андепт гонится за рипером но рипер все-таки смог его провести пока что идет запрыгивать наверх а гена от этого адепта этого адепта смотрите как мастерский пьюр просто управляются своим рипером просто потрясающий ловит инфу получается что это твайлайт видит что это файлайт то есть он подтвердил во что открылся процесс его это устраивает и он еще пытается убежать здесь конечно же его встретит адепт но чуть-чуть чуть-чуть адепта не хватает конечно же тень будет будет тень за рипером и рипер все равно выживет посмотрите какой мастер кьюр просто поэтому этот игрок это один из лучших игроков все-таки одна мина где одна мина давайте искать мины значит четыре марика минеральной линии один бункере мины у нас две штучки две штучки мины здесь есть и будет дроп мин будет дроп мин хороший агрессивный опенинг принципе но у него есть как всегда один небольшой минус это поздно появляется рейвен если он здесь будет то что сейчас тех лаба строится ждет третью минку пьюр ведь аминка садится в медиак и полетели вот здесь маленький принципе защищают идут от лайки подымаются чтобы не пустить адептов дроп мин летит но и доделывается даркшайн то есть это было открытие в blink заметьте это было открытие в blink которая отменилась и заказан даркшайн вот так вот гемини пытается обмануть кьюра я думаю пока что у него это получается но делается рейвен что я вам скажу роба роба очень поздно поставилась таким образом в 430 440 не сможет он дропнуть дарков по вот и они дропаются в 445 плюс минус поэтому кьюр сейчас будет залетать смотрим на атаку смотрим на атаку смотрим как он реализует этого так летит летит меди ваг пробки все убегают одна минка садится сразу отбегает бог смотрите таким образом просто сможет про нее забыть и каким-то ну ошибиться и умереть очень много пробок могут одна пробка идет разминировать мину и меди ваг долетает сюда здесь минка тоже разминирована закапывается сколько урона будет нанесено 2 пробки от этой мины разлетаются 4 пробки не так много не так много здесь летели адепты какие потери у нас сейчас потери 2 на 7 а что юр явно ведет юр ведет в этой игре и готовит танка пуш достроился рейвен достроился танк все защищено есть бункеры все супер даркшайна он пока не видел но как я говорю терра но не надо бояться даркшайна потому что у него есть район у него все будет окей рейвен идет искать апсов находит дарков и весьма весьма успешно кирп проводит пока что эту игру дальше мы в принципе информация никто не надо то есть ставится 3 базового процесса его все устраивает киржа кстати играет без 3 база пока что играет производство тратит рез и весьма успешно и как мы видим уже лидирует по лимиту на 15 лимита его больше и тут турели идут турели потому что это поможет защищаться на мете как интересно раскиданы опла и то есть они делают такие небольшие бороздочки места куда могут забежать моряки или еще кто-то танк какой-то посадить чтобы их было неудобно убивать юнитов здесь то есть это вот такая защита от процесса очень правильная сим-сити очень красивая сим-сити со стороны кьюра и он выходит в пуш видит апсан апса будет конечно же пытаться убить все убивает апса и пуш всего с одним танком с 7 минута всего с одним танком он выходит пуш где забегают дарки пытаются нанести урон 55 рабочих погибло по потерям считайте сравнялся но но здесь не видит не видит пуша сразу же авто турели сам жминка идет вперед стимпак врубился все танка разложен идет идет сражение колосс иммортал не знаю в принципе хватает хватает сейчас джимми не будет тяжело пропушить но танк ставит на таймер процесс атакует атакует он по нексусу чарделки очищают мины зачищается танк принципе здесь не пробить кьюр вынужден наступать но здесь летят еще два медивака еще доме девака с минными мародерами мариками два мародера два марика именно вот такой состав медиваки такой вот медивак летит на данный момент сторону второй базы роста и сейчас будет разводочка на мультитаск да если постоянно ломиться в лоб конечно же будет тяжело кьюру пробить но с двух сторон я думаю сможет двух сторон сможет пробраться идет рэвен рэвен проверяет на апсов посмотрите как гениальная игра да то есть простая и гениальная сюда пролетает медивак с миной сюда пролетает рэвен проверять если здесь vision и типа если вижу на нету он будет жестко залетать сейчас он залетает пока что этой страны давить вторую базу и параллельно с этим параллельно со всеми этими залетами он выходит в третью именно так то есть он создает максимальный прессинг вокруг процесса у него раз медивак у него тут рэвен ну здесь 4 медивака у него здесь 2 медивака состав создав вот этот вот упал вокруг протоса он только тогда выходит в атаку и таким образом со всех сторон идет нападение на протоса просто тяжело двигаться ему нужно очень много юнитов чтобы сражаться со всем этим но юнитов у просто не так много и в итоге здесь кьюр выигрывает этот замес и здесь у него медивак это как бы ничего страшного летит квадро дроп просто здесь выходят делки зачищать понимают что уже никого нету что не менее остался без позиции квадро дроп под рэвеном залетает рекол идет колосс сразу же будет обезврежен один колосс на 2 не туманы но он умирает просто под степаком и кьюр и ура держит победу в этой игре это круто это круто надеюсь каждый смог для себя в такой игре что-то подчеркнуть чему-то научиться а с вами был тет всем пока